Почему мы должны верить Писаниям и преданиям, Священному Писанию, Священному Преданию, которые содержат, собственно, православную веру? Есть ветхозаветные части этой веры, есть новозаветные части. Потому что человек без веры не может жить. И нет в этом мире ни одного неверующего человека. Просто каждый верит в свое. И кто-то верит, не знаю, в какие-то там эгрегоры, кто-то в деньги верит, кто-то в связи, кто-то верит в паранормальные явления. Но здесь смысл веры должен охватывать все, без исключения, моменты жизни даже не человека и не природы, а всей Вселенной. Когда начинаешь спрашивать людей, ну, допустим, в экстрасенсорику верующих, откуда появился человек, они не могут на это ответить. Ничего. Когда спрашиваешь человека, который верит в эволюцию, откуда появилась жизнь на Земле и сама, собственно, Вселенная, он не может ответить ничего. Разговоры о Вселенском Великом Взрыве, они приводят нас к следующему вопросу, естественно, такому достаточно обоснованному. А что взорвалось? И в чем взорвалось? Значит, до этого взрыва что-то еще было? Откуда это появилось? И так далее, и тому подобное. И только в православном, так сказать, мировоззрении есть ответы на все эти вопросы. Это первое. Второе – то, что человек без веры, он мертв. Он живет как животное, как растение, он живет по каким-то инстинктам. То есть у него нет высшей деятельности, той самой высшей деятельности, которая отличает нас от каких-то, ну, природных, так сказать, явлений. И в православии говорится то, что мы имеем равноангельское естество. Мало того, мы еще имеем и образ Божий внутри себя. То есть тот Дух Божий, который Господь вдохнул в Адама, он и в нас во всех человеческих натурах присутствует. И от нас зависит, как этот образ Божий мы используем. Образ Божий не может существовать без веры в того, с кого образ взят. И здесь мы опять приходим к вере. То есть как мы, смотря на фотографию своего, допустим, родственника, которого сейчас рядом с нами нет, как мы можем не верить, что он есть. Фотография-то есть. То же самое и здесь. Эта фотография, этот образ Божий внутри нас есть. И мы ищем этот образ Божий вне нас, чтобы с ним, так сказать, совместиться и жить по его правилам. Так как сам Господь создал все. Он и создал все правила жизни. Естественно, к ним и надо нам подойти. Почему Писанием, именно этим Писанием, а не каким-то другим? Потому что они, во-первых, подтверждены археологическими находками. И одних древних списков Священного Писания есть огромное количество. Около трех тысяч списков, например, Евангелия. Есть, например, такой древнейший Синайский кодекс Священного Писания, который и сейчас хранится в музее монастыря Святой Великомученицы Екатерины на Святой горе Синай, который был в 325 году издан Константином Великим еще, царем Римской империи. Он написан золотыми буквами на пергаменте, и это все хранится. Это можно просто взять, посмотреть. То есть это уже 325 год. А есть еще более древние переписи, так сказать, и евангельских текстов, и библейских текстов. Они ничем не отличаются от сегодняшних текстов. Поэтому мы на них и опираемся. И повторюсь, что в Библии, в Евангелии есть ответы на все вопросы. А вот в других религиях их нет. Например, есть религии, которые вообще Бога как существо не признают. Ну, например, буддизм. У них Бога нет. То есть они верят в карму, они верят в сансару, они верят в перерождение. Когда спрашиваешь их, откуда все это появилось, весь этот механизм, им нечего ответить. Они не знают. Поэтому у нас вера наша является самой полной, самой насыщенной, так сказать, духовной мировоззренческой позицией, которая объемляет всю Вселенную и все, что в ней происходит. В других это укорочено в варианте, скажем так. То есть вы должны это просто принять, да? Выбор за каждым человеком. Выбор дается Богом. То есть Господь дает выбор каждому из нас и уважает этот выбор. Поэтому он никому себя не навязывает. И тот человек, которому это близко, кому это родственно, именно вот это мировоззрение, он его, естественно, принимает. Тому, кому оно не близко, он его не принимает. И в Евангелии мы очень просто читаем, что я принес свет в этот мир. Тот, кто любит свет, к нему идет. Тот, кто любит тьму, убегает от этого света. То есть, собственно, под словом свет подразумевается эта вера христианская, содержащаяся в Священном Писании, в Священном Предании. И в тех поучениях и апостольских и прочих, которые нам переданы из поколения в поколение. Ведь вере православной две тысячи лет. Не надо об этом забывать. А если к ней еще присовокупить веру ветхозаветную, там еще несколько тысячелетий можно прибавить. Что более древнее, я даже не знаю. Есть ли более древние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok